Всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю еще один классный рецепт тортиков в стакане Cake to go, которые сейчас супер популярны. И приготовим их вместе с бента тортом. Соединим сразу два тренда. В преддверии праздников такой формат особенно актуален, потому что порционные десерты или наборы очень удобны для подарков. И уж тем более, когда они в тренде. Тортики будут состоять из нежных ароматных апельсиновых бисквитов, пряной ягодной начинки и нежного крема. Идеальный вкус для осенне-зимнего периода. Также я покажу вам простое, но эффектное оформление. Представляете, прийти в гости с таким набором? Думаю, это отличная идея. Давайте готовить! И приготовление мы начнем с пряной начинки. Здесь у нас будет брусника. Брусника довольно терпкая ягода, поэтому я ее никогда не использую в чистом виде, а всегда разбавляю клюквой, вишней или яблоком. В данном случае яблоки отлично подходят. Их нужно нарезать небольшими кубиками. В начинку я обязательно добавляю корицу. Она отлично сочетается с ингредиентами и добавляет неповторимый праздничный аромат. Итак, в сотейник складываем яблоки. К ним добавляем бруснику. Перемешиваем. Вливаем апельсиновый фреш. Добавляем сахар, кукурузный крахмал, корицу. Хорошо перемешиваем и отправляем в сотейник на плиту. На плите при постоянном перемешивании доводим массу до кипения. Сначала яблоки и брусник опустят сок, масса станет жидкой, но после кипения она начнет густеть. После кипения провариваем примерно пару минут. Вот до такой консистенции должна загустеть масса. Сразу перекладываем наш пряный конфитюр в посуду для остывания. Накрываем пищевой пленкой в контакт с поверхностью. Оставляем охлаждаться. В это время приготовим бисквит. Для бисквита нам понадобятся вот такие ингредиенты. И в начале нам нужно получить цедру и сок апельсина. Цедру снимаем на мелкой терке. Цепляем только яркую цветную оранжевую часть, не задевая белую шкурку, чтобы цедра не горчила. Далее я апельсин разрезаю пополам и выдавливаю вот с помощью вот такого приспособления сок. Также его можно просто из половинок выдавить руками. Далее нам нужно подготовить сухие ингредиенты. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Перемешиваем, пока отставляем. Апельсиновый фреш смешиваем вместе с цедрой и отправляем нагреваться. В это время займемся яйцами. Начинаем их взбивать на невысокой скорости миксера. До момента объединения белка с желтком и начнет появляться легкая пена. На этом этапе начинаем постепенно, не прекращая взбивание, подсыпать сахар. И когда весь сахар будет добавлен, скорость можно увеличить до средней и продолжаем взбивать массу. В результате взбивания масса должна вот так сильно увеличиться в объеме, посветлеть, стать пышной. Сахар должен полностью раствориться. Время, которое вам понадобится для такого взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера, но это точно не менее 10 минут. Далее ко взбитой яичной массе добавляем растительное масло и аккуратно лопаткой недолго перемешиваем, доставая до дна, потому что масло опустится на дно. Миксер уже на этом этапе не используем. Теперь в два этапа будем добавлять горячий апельсиновый сок с цедрой и сухие ингредиенты. Сначала добавляем половину сока и половину муки. Аккуратно лопаткой недолго перемешиваем массу. Когда первая часть ингредиентов вмешана, добавляем оставшийся сок и оставшиеся сухие ингредиенты и также при помощи лопатки объединяем массу. Важно сделать это быстро, недолго, чтобы было как можно меньше движений, потому что нам важно сохранить объем взбитой яичной массы, а от каждого лишнего или агрессивного движения масса теряет свой объем и впоследствии бисквит плохо поднимется. Когда ингредиенты объединились и тесто готово, сразу же его выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой и распределяем равномерным слоем. Духовка уже должна быть разогретой, температура выпечки 180 градусов. Выпекается бисквит быстро, около 10-12 минут, но ориентируйтесь по особенностям своей духовки. Готовый бисквит сразу же снимаем с противня и переносим его на решетку. Сверху накрываем вторым листом бумаги или тефлоновым листом, быстро переворачиваем, чтобы отделить бумагу от дна и снова возвращаем в исходное положение. И уже в таком виде оставляем бисквит остывать, а в это время приготовим пропитку и крем. Для пропитки соединяем апельсиновый фреш, сахар и цедру апельсина. Доводим сироп до кипения, кипятим пару минут, затем снимаем и процеживаем. Сироп готов. Нам осталось приготовить крем. Для крема к холодному творожному сливочному сыру добавляем очень хорошо охлажденные жирные сливки. К ним просеиваем сахарную пудру и начинаем крем взбивать миксером. Здесь важно, чтобы молочные продукты были очень хорошо охлажденными, а сливки должны быть жирностью 33-35%. Крем начинаем взбивать на невысокой скорости миксера, постепенно ее увеличивая. Сначала крем будет жидким и неоднородным, но постепенно он начнет густеть, комочки сыра будут расходиться и в результате должен получиться абсолютно однородный, гладкий, стабильный крем. Крем перекладываем в кондитерский мешок и у нас все готово для сборки тортиков. Возвращаемся к нашему бисквиту. Из бисквита этого размера получится один бентотортик диаметром 12 сантиметров и 4 тортика кейк ту гоу. Для тортиков кейк ту гоу я буду использовать вырубки трех диаметров для каждого стакана. Их размеры будут указаны в описании под видео. Также очень подробно можно посмотреть это в предыдущем моем видеоролике рецепта тортов кейк ту гоу. Чтобы бисквитиков гарантированно хватило на указанное количество тортов, я сначала сделала разметки, примерила где расположить какой диаметр кольца и затем уже вырубала. Тортики кейк ту гоу я буду собирать вот в таких бумажных стаканах с новогодней тематикой. Их можно приобрести как и в крупных супермаркетах в отделах одноразовой посуды, также сейчас стаканы продаются и в товарах для кондитеров. Бентотортик я буду собирать просто на подложке и начну сборку с него. Пропитываем первый бисквит сиропом. Сироп лучше использовать теплый, можно даже горячий, чтобы он лучше впитывался. Затем наношу слой крема, равномерно его распределяю. Далее по окружности делаю бортик из крема, который будет удерживать внутри начинку от вытекания. Затем вовнутрь выкладываю нашу начинку. Накрываю вторым бисквитом, также его пропитываю и тортик убираю в холодильник. Дальше собираю тортики в стакане. На дно каждого стаканчика я выкладываю бисквит меньшего диаметра, пропитываю их. Далее наношу слой крема, на слой крема выкладываю начинку и затем все повторяю. И получается, что тортик состоит из двух слоев крема, двух слоев начинок и трех бисквитов. Последний бисквитик доходит до самого края формы. Его также пропитываем сиропом и сверху покрываем тоненьким-тоненьким слоем крема. Стаканчики пока уберем в холодильник и будем выравнивать бентоторт. Крема хватает ровно на сборку всех тортов и выравнивание бенто. У меня на канале есть очень подробное видео с рецептом крем-чиза для выравнивания и с техникой выравнивания. Поэтому, если вы новичок и вам важна такая информация, обязательно посмотрите это видео. Оно будет для вас полезным. Ссылка всплывет вверху, а также будет в описании под видео. Поэтому на выравнивании я останавливаться не буду, сразу перейдем к декору. Для декора я беру совсем небольшую часть крема и окрашиваю ее красным водорастворимым красителем. Такой прием позволяет использовать совершенно минимальное количество окрашенного крема и при этом получить яркий цвет. Кстати, об этой технике у меня тоже есть на канале подробное видео и ссылку на него я также для вас оставлю в описании под видео. Крем получается вот такого яркого насыщенного красного цвета. Достаем наши тортики в стаканах и тоненьким-тоненьким слоем просто сверху буквально одним мазком наносим красный крем на поверхность. И в разрезе вы посмотрите, что этот слой он просто практически не существующий и при этом он дает красивое яркое покрытие. Аналогично поступаем и с бента тортом. Перед нанесением красного крема выровненный бента торт должен быть хорошо охлажден. В отдельном видео по работе с этой техникой у меня очень подробно показан и рассказан весь процесс, поэтому при необходимости посмотрите его, чтобы сейчас я не удлиняла это видео. Скажу лишь, что на торты в стакане и бента торт понадобилось меньше одной столовой ложки красного крема. Вот таким получился бента тортик и остался финальный штрих. Это легкий декор, так как для кейк ту гоу, для бента тортиков используются простые и необъемные украшения. Для украшения в новогодней тематике я использовала веточки розмарина и золотую блестящую кондитерскую посыпку. Сочетание золота с красным именно в новогодней тематике это одно из моих самых любимых сочетаний. Мне кажется, это смотрится очень эффектно и празднично. И вот такая красота получилась. Нам осталось празднично упаковать. Я буду использовать коробку на 9 капкейков, но на самом деле я ошиблась. Мне нужна была коробка на 6 капкейков, потому что для такой коробки у меня одного стакана не хватило и мне пришлось его доделывать. Здесь все просто. Для того, чтобы поставить бента торт, 4 ячейки для капкейков мы объединяем в одну. Бента торт с подложки переносим на кусочек пергаментной бумаги. Если вдруг что-то где-то зацепили, то шпателем подравниваем и теперь все наши тортики переносим в коробку. И получился вот такой просто супер эффектный, красивый праздничный набор, который будет прекрасной альтернативой стандартному торту. Также из тортиков можно комбинировать совершенно разные наборы, например, по 2 стакана, накрывать их крышками, ставить к ним ложечки. Бента тортик можно упаковывать в стандартный ланчбокс. Ну и конечно же мы просто не можем не заглянуть во внутренний мир тортика. Посмотрите, каким он получается в разрезе. Также тортик получается правда очень вкусным, очень нежным, безумно ароматным и с атмосферой праздника. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно будет для вас полезным. Пробуйте, готовьте, вдохновляйтесь. Обязательно оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!